Велосипед 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 Но Самое Основное Вывихи Гольностопа Плечи Ну и различные ссадины Ну, почему тебя тянет кататься? Это Это адреналин В какой-то момент я понимаю, что без этого скучно жить Просто неинтересно Меня научишь чему-нибудь? Да, в принципе, без проблем Давай, поехали. Я покажу самый базовый трюк. Это основа, без которой катание на 2МИКСе не начнется. Это трюк называется банихоп. Просто прыжок с места. Делается он на самом деле очень просто. Картинку нужно сложить в голове, чтобы все получилось. Вытягивается руль. В тот момент, когда вытянулся максимально руль на себя, выпрямляются руки и поджимаются ноги. Получается прямой прыжок. То есть вытягивается руль, вытягиваются руки и поджимаются ноги. Смотрим еще раз. С этим трюком разобрались. Да, разобрались с трюком. Оторвался на спичный коробок высоток. Что после этого идет? После этого идет, опять же, основа. Это вращение вокруг своей оси. В принципе, обучению базовым трюкам в среднем уходит месяц при усерденном занятии. И сейчас я покажу, как это выглядит именно в связи. В BMX насчитывается около 10 разновидностей катания. Но лишь один из них вошел в олимпийский вид спорта – BMX Cross. Это одновременная гонка 4-8 спортсменов по трассе с естественными или искусственными препятствиями. Трасса включает в себя чрезвычайно крутые участки, множество резких поворотов, ям, выбоин, построенных трамплинов и уклонов. Задача – прийти на финиш первым. В Казахстане, к сожалению, такой вид спорта не развит. Конечно, есть любители, которые пытаются достичь каких-либо успехов. Но все это делается на энтузиазме. Сейчас в Амате стали появляться площадки, где ребята как-то собираются, и молодежь может получить какие-то знания от своих старших товарищей. Ну, хорошо, что все-таки это есть уже у нас. Секции, школ – нет. Это, ну, такое вот интерактивное обучение на улице. Если вы решили заняться БМХ-спортом, то будьте готовы выложить из своего кошелька 50-60 тысяч тенге. Это минимальная сумма для покупки велосипеда и экипировки. Конечно, можно приобрести и более дорогое оборудование, но прежде вам необходимо понять, ваш ли это спорт. В настоящее время во всем мире, в том числе и в Казахстане, существует множество любителей этого экстремального вида спорта, которые и дня не могут провести без катания на своем железном коне. Специально для «Места под солнцем» Андрей Солжин. Субтитры создавал DimaTorzok